Чижовка-арена Здесь все как у взрослых. Несмотря на то, что отпуск завершился не так давно, юные хоккеисты набирают форму и начинают вкатываться в сезон. Провальный первый период. Сами понимаете, да? 1-5, ребят, но это серьезный счет и очень трудно его догонять. Догонять команду при таком счете. В каждой игре буду говорить, что нужно выходить и играть с первой до последней секунды. Какой бы счет ни был, выигрываем, проигрываем, нужно играть. По регламенту соревнований матчи проходят два дня подряд. Первая встреча завершилась неудачно для хозяев. 4-6. Ошибки своих ребят тренер видит и объясняет. Динамика положительная по игре у нас вчера присутствовала. Вот эту вчерашнюю концовку игры постараться перенести на сегодня. Но в таком возрасте достучаться получается не до всех. Ошибки шероховатости присущи и профессионалам. Что уж про детей говорить. Но они здесь, чтобы учиться и становиться лучше. В игре у нас понятно, что стрессовая ситуация. Где-то нужно побыстрее делать. Быстрый соперник, побыстрее. Крайний нападающий. Еще раз говорю. Сделайте акцент в зоне обороны со своими защитниками. Желание тренироваться и расти в мастерстве – вот что главное. При таком подходе результаты будут обязательно. Доказывать, что время на тренировках потрачено не зря, им приходится ежедневно. Отрабатываем, ребят. Помогаем своим защитникам. Не бросайте их. Некому отдать. Вылазите, обыгрывайте. То есть понастырьней, поагрессивней. И удалите, ребят. Очень много у нас удалений. Неоправданных удалений. Это мир! Это мир! МАКСИМ ШИМАНСКИЙ В прошлом – профессиональный спортсмен, мастер спорта по хоккею. В юношеские годы играл в сборных под руководством Владимира Милинчука. Завершив карьеру, стал тренировать. Сейчас Шиманский руководит спортивным клубом «Минск». В первом сезоне у нас было около 100 человек на начало сезона. К концу сезона количество учащихся перевалило за 200. В этом плане мы развиваемся очень быстро. Идея простая – дать как можно большему количеству детей развиваться в хоккее. Раскрыться в хоккее. Дать им возможность полноценно заниматься с профессиональными тренерами на профессиональной основе. И расти и развиваться. Детская школа является членом Ассоциации Федерации Хоккея Республики Беларусь. Это не государственное учреждение, однако обучение в этой школе абсолютно бесплатное. Мы не тратили ни одного рубля на рекламу. В первую очередь это так называемое сарафанное радио. Так сложно было узнать о том, что в «Минске» образовалась новая бесплатная детско-юношеская школа по хоккею «Шар». О нас узнали многие. Надо признать, что не все поверили нам. Все-таки у людей довольно сильное мнение, что то, что частное, то временное. Мы с этим посильно боремся своим существованием, доказываем о том, что мы пришли сюда надолго. В детско-юношеский спорт, в детско-юношеский хоккей. Вообще в «Минске» с выбором секций, клубов или спортивных школ профессиональной подготовки детей проблем нет. Вопрос в качественном подходе и индивидуальной заинтересованности тренеров. Надо сказать, что у нас в каком-то смысле социальный такой эксперимент проводится. То есть, если у нас 2007 год составлен из игроков из разных городов, то 2008 год был по большей степени организован, составлен из игроков, которые по каким-то причинам не подходили в основные составы других минских школ. Они с радостью приняли наше предложение, перешли к нам. В принципе, недовольных не было. Особенностью этой школы, помимо бесплатной формы обучения, является использование комплекса плеометрических упражнений лучших хоккейных школ мира. В тренерском штабе 8 человек, и каждый отвечает за свой отдельный компонент. Упражнения на развитие чувства равновесия и баланса, координационные тренировки, акробатика. Отлично от государственных школ организован тренировочный процесс. То есть, тренерский надзор на каждой тренировке каждого возраста, он максимален. У нас минимум 4 тренера постоянно находятся во время учебно-тренировочного занятия. В этом мы качественно отличаемся от всех школ города Минска, ну и Республики Беларусь в целом. Это, безусловно, наш козырь. Это, безусловно, то, что влияет на качество обучения детей. Также в нашей школе есть и постоянно работает, проводит занятия тренер по катанию, тренер по вратарям. Дополнительные занятия по амплуа для нападающих, для защитников. Мы полноценно работаем во всех направлениях. Все дети развиваются по-разному. Кто-то может показывать результаты в 12-15 лет, но так и не стать профессиональным хоккеистом. Нашим главным принципом в работе будет спортивный принцип. То бишь, в игровой состав ребята попадают только на основании своих возможностей на текущий момент. Если парень действительно старается, и у него, что самое важное, получается, то он получает от тренера игровое время. Ребята заслуживают возможность играть. Мы считаем, что это правильный подход. В целом это работает. Главная задача любой детско-юношеской школы – это подготовить спортсмена высокого уровня. Игрока национальной сборной, игрока национальной хоккейной лиги. Мы к этому действительно стремимся и работаем ежедневно над этим. Тот случай, когда профессиональные спортсмены хотят, чтобы дети шли по их стопам. Денис Осипов – защитник Минского «Динамо». Сына Артема отдал постигать хоккейные азы именно сюда. Так как сам играю в хоккей, он постоянно смотрит, ему тоже хочется, решили попробовать. Главный результат, что ему хочется ходить на тренировки, он постоянно спрашивает о них, вервется в бой. Первая школа Осипова – московские крылья советов. Он мечтает вырастить сына здоровым и сильным, вспоминая, как его когда-то отец привел в хоккей. Поддержка родителей в тот момент была очень важна. Главное – почувствовать и понять, что ребенку это интересно, говорит Денис. Меня привел отец в 7 лет, 1 сентября. Привел в команду крылья советов возраст на год старше меня, на 86-й год. Все ребята уже катались на коньках. Тренер сказал, если научится кататься за месяц, то мы его оставляем, а если нет, то идешь в свой год. Ну, получилось так, что за месяц научился кататься, но хотя не умел вообще кататься. Интересно, конечно, за всем это смотреть, вспоминаешь себя, свои детские годы. Немножко смотришь по-другому. Сейчас тренировочный процесс, более как-то стараются уделять внимание мелочам каких-то. На своем примере он понимает, что будет сложно, но только… Терпение, упорство, никогда не сдаваться, а стараться быть всегда и во всем первым. Среда, к полудню. Вся та же малая Чижовка-арена. Тренировка вратарей. Этого мужчину зовут Александр Сучков, родом из Москвы. В начале 2000-х Владислав Третьяк на базе Тюшу Арциска организовал детскую школу вратарей, где собрал лучших тренеров. Одним из основателей школы стал именно Сучков. Со временем его воспитанники заиграли в юниорских, молодежных и взрослых профессиональных командах. Руки в одну сторону смотрим. Понятно? Седьмой год. Сейчас только делали. Бросковая. Одно упражнение. Поехали. Отработка тактических моментов – тяжелая работа, требующая огромной самодачи, дисциплины, ответственности и сконцентрированности. Все отошли от ворот. Казунин встал в ворота. Один полевой. С этой стороны. Один. Вратаре ушли за меня. Вратарь – ключевая фигура в команде. Галкиперу нужно постоянно находиться в тонусе. Необходимо иметь уверенность, спокойствие, быстроту реакции. Сегодня работали над перемещением за воротами и правильным выкатом на игрока, получающего шайбу на вершине. Причем просил полевых бросать с угла, чтобы выкат был не в середину, а чуть-чуть в край. Это у многих вратарей, я обратил внимание, правый угол остается нормальным, а в левом постоянная дыра. Ближний угол под ловушку у многих остается открытым, поэтому этому уделял особое внимание. В тренировочном процессе Сучков применяет и кнут, и пряник. Те, кто слушает и выдерживает его наставления, обычно добиваются успеха, говорит Сучков. Никанович, по пять повторов. Здесь один. Один бросает. Пять. И потом по кругу меняетесь. А у нас еще один. Я говорю, потом по кругу меняетесь, один отдыхает. Проблема? Сообразить сложно, да? Сегодняшняя тренировка показывает, что это дисциплина на льду. Я не привык к бардаку. Когда на льду происходит бардак, бардак происходит в первую очередь в умах. И потом это отражается и на тренировочном процессе, и на игрок. И на своей, скажем так, шкуре я убедился, что дисциплина бьет класс. В работе с начинающими вратарями важно грамотно поставить технику, заложить базовые навыки, далее оттачивать мастерство, закалять психику. Бывают техничные ребята, изумительно талантливые, а волевых качеств нет. Остановились! Полевые игроки ко мне подошли! Полевые игроки подошли ко мне! Ты сюда чего пришел? Я тебе вопрос задаю, ты чего сюда пришел? Из пулемета стрелять? У тебя вратарь вернулся на штангу? Ты куда отдаешь-то? И для него работаешь, не для себя, а для него. Будь любезен. Дождаться его, я, по-моему, предупреждал, Степа. В отличие от полевых игроков, вратарь постоянно участвует в игре. На протяжении всего матча он находится в состоянии высокого физического и психологического напряжения. Раньше говорили, вратарь – полкоманды. Сегодня это уже 80% успеха. Саша! Для тебя это не выкат! Полметра от ворот для тебя это не выкат! В процессе подготовки юного хоккеиста важно правильно и своевременно формировать его характер и личностные качества. Постоянно подталкивать и объяснять. Вот что важно. Интерес у ребенка сам проявится. Он проявляется. Вот приходит неумешка, совсем неумешка, только надел форму, начинает заниматься. У него ничего не получается. Проходит неделя-две. У него что-то получилось. Ему это уже становится интересным. Через месяц он научился еще чему-то. И вот так вот, как кирпичики в доме идет построение. Как говорит Александр, в таком возрасте принято выделять периоды наиболее значительных возрастных изменений в организме, в том числе и в развитии физических качеств. Грамотное воспитание в сенситивных периодах дает наибольший эффект. Основной отбор, конечно, происходит в зале. Это координация, это ловкость. Потому что кататься худо-бедно, они все равно научатся. А координация, либо она есть, либо ее нет. Сложнее угадать с высокими ребятами. Потому что это априори плохая координация. Это априори плохая координация. Это у всех детей. Единственный за мою тренерскую карьеру был парень, который вырос метр девяносто семь. И у него всегда была хорошая координация движения. Это филанинка Андрей. Это исключение из правила. На каждом из этапов ставятся определенные задачи и цели. Распределение нагрузок, подбор средств и методов обучения, совершенствование и контроля. Все это учитывается через призму возраста детей. Служный вопрос на самом деле. На словах они да. Они все говорят, что да, мы хотим, да, мы очень хотим. А слова иной раз расходятся с делом. В моем, опять же, понимании. Потому что я понимаю так, что если я прихожу на тренировку, я должен работать. А если они приходят на тренировку, они должны пахать. Только тогда через «не могу», когда мне вот уже тяжело, остается сделать еще один шаг, чтобы переступить через это «не могу». Но не у многих это получается. И у многих идет движение вперед. А рост мастерства, он будет только, когда уже вот я не могу, но я сделаю еще один шаг. Планы у этой школы грандиозные. И это несмотря на то, что история спортивного клуба «Минск» началась в 2017. Здесь пока нет сурового отбора. Дают шанс всем тем, кто, к примеру, не пригодились условным юности или «Динамо». На моих глазах поднимался и становился клубом высокого уровня «Витязь» подольский. Я видел, как это происходит. Хоккейный клуб «Дмитров» я поднимал, в том числе. Не я один, конечно. В том числе и я вратарей поднимал, которые вышли в элиту московского чемпионата. Одного из самых серьезных чемпионатов. Не скажу, что самый серьезный. И на Урале есть команды, и в Сибири. Но один из самых сильных чемпионатов России. Они поднялись, вышли в восьмерку сильнейших команд и закрепились в группе «А». Так что для меня это не новость, не проблема, как подходить к решению тех или иных вопросов. Уже перед глазами есть примеры, как все это можно решить. Да, это сложно, да, это тяжело с нуля поднимать школу. Дорогу осилит идущий. Как тренер он строг и требователен. На работе ждет отдачи путем совершенствования навыков. Он любит то, чем занимается. Всегда рад, когда его воспитанники достигают цели. Самая высшая награда – это когда на закрытии, когда я еще в юности работал, на закрытии сезона, Миша Корнаухов вышел и поблагодарил. Вот это да. А вырастет чемпиона – неизвестно, кто вырастет. И вырастет ли. Да, у меня несколько человек в КХЛ играют. Я считаю, это их заслуга. Я им просто помогал. Сейчас у меня к тебе будет просьба. На максимальном движении. На максимальном движении. Три повтора. Поехали. Таняка, иди работай. Точнее. Следующая по расписанию тренировка – группа первого набора. На льду работает Александр Низовкин. В этой школе он отвечает за катание у всех возрастов. Тренер в этом отношении проводит большую работу, оценивает юных хоккеистов и дает каждому необходимое наставление. Мы просто закрепляем все, что мы делали. Мы делаем перебежку. Обычную перебежку лицом. Толкаем в сторону. Поехали. Отрабатываются упражнения в игровой форме. В догонялки будем играть. Клюшку положили. Я называю пару. Один на один. Догнал – убегаешь. Парни, и наклоняем конек. Сегодняшняя тренировка, как и все тренировки у такого возраста, это техника катания. И конкретно сегодня мы отрабатывали перебежку, движение по кругу, скрестный шаг лицом и спиной. У нас очень много групп. Группы маленькие, что способствует лучшему донесению информации, лучше тому, что дети получают лучшее обучение. И именно наша группа сегодня работала на такие элементы. Каждая группа работает на что-то свое. И все ребята разбиты по группам на свой уровень. Для того, чтобы вырасти в профи одного таланта и желания мало, необходимо много и усердно работать. Катание позволяет сохранять силы, позволяет быстро улучшать скорость. Это все то, что это фундамент хоккеиста. Любые агенты, они в первую очередь смотрят на катание. Уже только потом на игровое мышление. Мы же смотрим на прогрессивные страны. Мы стремимся все к этому, но как-то пытаемся. И в целом я знаю много ребят, кто в этом направлении пытается двигаться. Да, действительно, это очень важно. Это самое главное. И вы сами понимаете, допустим, в НХЛ нету практических хоккеистов с плохим катанием. Туда таких не берут, они туда не попадают. Но цели же надо ставить высокие. Раскрыться здесь дают каждому. Детей не душат, не накручивают, не говорят о каком-то результате в официальных играх. Хоккей – это достаточно большая комбинация навыков. Где-то, если кто-то в силе, видно, что у него голова есть. То есть можно за счет головы играть. А это все остальное подтягивать. Кто-то, например, менее интеллектуал. У него конек будет скорость. Ну, вот такая вот. То есть, действительно, главное – это интерес. А реально потенциал, его можно… То есть задача любого тренера – это помочь раскрыть хоккеиста лучше его стороны, лучше козыри, вывести на пик в первую очередь. Ну и подтянуть все остальное. Основная цель – привить любовь и интерес к этому виду спорта. Я ставлю в своей работе цель привить любовь к хоккейю и к занятию своим делом. То есть, если ты занимаешься этим, то нужно это любить. Ну, как не то, что нужно, это, может, не самое правильное слово. А подвести их вот к этому, чтобы они нравятся. Это коллектив, это друзья. Чтобы они сюда приходили как на праздник. Не загонять детей до определенного возраста в какие-то рамки. Что касается результата, это в первую очередь, да, ну, вот от этого все и пряжь. То есть, чтобы мы не переходили, ну, там, в три человека не играло, потому что ребенок может раскрыться и после, чем в какое-то время, да. Вот. Вот это самое главное. Что нам нужно сделать так, чтобы у нас дети именно любили хоккей, ну, хотя бы там лет до 10, до 11. Вот. То есть, меньше вот какой-то, ну, вот это результат, вот этой подоплеки, что постоянно не дают на тренеров давят, тренеры давят на детей. А мы должны воспитывать это и техника, и любовь к хоккей, и, опять же, импровизация, какая-то вот мысль, чтобы было важно не рубить это все. Потому что, действительно, если, чем меньше мы владеем шайбой, тем меньше мы ошибаемся. Но мы ничему не научимся. Ну, то есть, вот это все. Мы дверь, я верю, что мы к этому придем, и в целом уже то, что есть сейчас, это уже хорошее движение вперед. Время 17.00. Сухая тренировка 10-летних пацанов. Александр Иваненко работает в связке с Александром Кручининым. Ножки шире, Тёма. Колени к груди. Легко, возврат, легко. Ножки расслабляем. И возврат, змеечка идет. Возврат в полную силу. В таком возрасте укрепление связочного аппарата является важнейшей составляющей в развитии силовых качеств. Это значит, что именно на сухих тренировках достигаются высокие силовые показатели, которые помогут на ледовой площадке. Горелик, слышал? В квадратики прыжочки делать, а не шагать. Хороший старт здесь нужен. Координацию, немножечко гибкости, ловкости добавили к ним. Ну и скорость. Такой городок у нас проходил. Вот, чтобы совместить чуть-чуть, ребята, переходы у них. Пропустим кувырок, сразу на баланс пойти. Прыжочки, сразу на змеечку уйти. Пресс тоже. Ну, совмещали мы. Потому что будет тренировка на льду, на катание. Мы чуть-чуть подвели, чтобы смена была ритма у них чуть-чуть. Физическая подготовка в хоккее – это процесс воспитания двигательных способностей и поддержания их на уровне, обеспечивающим высокую эффективность игровых действий. Зачастую тоже бывает, что он как бы здоровый парень, высокий парень, но координации чуть-чуть не хватает. Малыш, допустим, он силы не хватает, а координирован больше. И чуть-чуть это уделяем внимание каждому. Если у него нет координации, добавить координацию на скорость поработать. Или с другим поработать на другие компоненты. Сейчас дети другие. Сказывается и экология, и увлечение гаджетами. Главное – не задушить нагрузками, а дать время, раскрыть потенциал. Научить, приучить детей, чтобы они этим хотели заниматься. До начала, ну, не до начала, а хотя бы это одно из первых, чтобы желание у них было. И тоже подбирать, как до этого разговора у нас был. Там же есть и разного роста, веса, ребята тоже это подобрать к ним. Одному, допустим, ну, я так буду, одного погладить по головке, допустим, другого там наказать. Или там всем собраться, одному расслабиться, к примеру. Здесь нет случайных людей. У каждого хватает энергии и энтузиазма. Есть системы и подходы, которые в будущем должны дать результат. Они пробуют, работают и показывают, что развивать этот вид спорта можно усилиями небольшой группы людей. Ну что, нормальная тренировка прошла. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КРИКИ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok